Два-три километра пешком по обочине в Морозы. Таков путь до школы теперь у ребят в городе Орлово Кировской области. С нами связались местные родители, они переживают за свои детей и за себя. А все потому, что теперь у них не стало городских муниципальных автобусов. Раньше ездить на работу и учебу здесь могли с 6.30 и 7 часов. Было несколько рейсов утром, днем, вечером. Теперь же, по словам наших телезрителей, в Орлов и по самому городу ездят лишь газели-частника. И бывает это очень редко. Начинаются рейсы поздно, днем их нет совсем, вечером только в районе 5 часов. Дети не успевают в школу, взрослые на работу, невозможно доехать на автобусе домой, потому что его просто нет. При этом такси в каждую сторону по Орлову стоит примерно 100 рублей. Местные жители говорят, что ездить за такие деньги для них непозволительная роскошь. А отпускать детей пешком, по обочине, в морозы, в долгий путь к школе они боятся. Население Орлова – 6 тысяч человек. Здесь две школы и три детских сада. Городской маршрут отменили. Ездит только частник. Он ездит от нашей остановки 8.00. Дети ездят в школу. Это очень неудобно. А вот как мы должны добираться до своей работы, например, к этому же 8 или полуосьмому, это неизвестно. Ну хотя бы он возит. А так, как добираться, на чем? Понятно, детей отправишь на 8 часов. А уж сам как. Только такси или пешком. Но в мороз пешком не пойдешь и 2,5 километра. Это временно. Ответили нам по поводу проблемы с автобусами в администрации Орлова. Глава ведомства объяснил, что прежний подрядчик обанкротился. Его счета заморожены. Выполнить обещанные 8 рейсов в день он не может. Частник же согласился помочь, чтобы жители не остались без сообщения вовсе, но не имеет автобусов, чтобы выполнять все заявленные поездки. Ситуация, возможно, решится в середине января после нового конкурса на оказание услуг. На следующий год уже конкурсная документация сделана. На конкурсной основе мы выдвигаем также 8 рейсов по часовой с разницей 40 минут. Может быть, кто-то и заявится, и не наш подрядчик. Тут есть возможности. Может, еще кто-то будет. Ведь такая же проблема у нас и в районе. Ко мне уже многие обратились. Я сам в такой же ситуации.